МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шел 1937 год. Сложное время для советского государства. Впоследствии его назовут годом Большого террора. Политбюро партии большевиков приняло решение усилить органы диктатуры пролетариата для борьбы с так называемыми врагами народа. Врагами считались те, кто не поддержал в 17-м году революцию, кто не принимал идею коллективизации и противился атеизму. Репрессии охватили всю страну, но больше всего досталось сибирским и дальневосточным областям России. И именно туда летом того самого 1937 года отправился в научную экспедицию аспирант Ленинградской государственной академии материальной культуры Алексей Окладников. Отправился на свой страх и риск, поскольку немало ученых в тот период попали под жернова органов НКВД. Да и цель исследования не была идеологически выдержанной. Окладникова интересовали традиции и наследие шаманов Дальнего Востока. По прошествии нескольких месяцев экспедиции ученый вышел к небольшому нанайскому селу Сикачи-Алян на правом берегу Амура и обнаружил там огромные валуны с рисунками. С этими удивительными объектами путешественники встречались и раньше, но внимательно рассмотреть и изучить их удалось именно Окладникову. Он сделал вывод, что это останки древнейшей цивилизации, совершенно немыслимой для этого края. ТАИНСТВЕННЫЙ ЗАГАДОЧНЫЙ ПЕТРОГЛИФ Таинственный и загадочный Петроглиф. Что это такое? Справочники и энциклопедии дают этому слову следующее определение. Петроглиф – высеченное на камне изображение животных и людей. Такие изображения широко распространены в искусстве древних людей и встречаются практически на всех континентах планеты. В России, помимо Дальнего Востока, петроглифы найдены в Беломорье, Хакасии, Иркутской, Томской областях и на Урале. Алексей Окладников, обнаруживший в 1937 году загадочные наскальные рисунки в далеком Нанайском селе, сам был родом из-под Иркутска. Он рос в семье сельского учителя и с детских лет был любознательным. Увлекался археологией и часто отправлялся на берега Байкала в поисках артефактов, которые помогли бы ему пролить свет на истинную историю зарождения цивилизации сибирского края. Еще будучи школьником, Окладников сомневался в официальной исторической версии, согласно которой развитие Сибири и Дальнего Востока началось только с похода казачьего атамана Ермака. Легендарный воевода привел сюда свое войско в 16 веке, чтобы покорить бескрайние земли от Урала до Тихого океана. В сражении с сибирским ханством Ермак погиб. Но преданные ему казаки дело своего атамана не оставили, и уже в 17 веке ими был завоеван Дальний Восток. Именно с этого времени, как уверяют школьные учебники и многие научные труды, в Сибирь пришла цивилизация. Вместе с так называемыми белыми людьми из-за Урала, то есть с Запада. А до этого, в течение многих тысячелетий, здесь жили дикие монголоидные племена, бесписьменности и государства. Но некоторые исследователи категорически не хотят соглашаться с официальной версией. Они считают, что люди белой расы пришли в этот регион задолго до 17 века. И в качестве веских доказательств предъявляют сенсационные артефакты. Это останки древних славянских кораблей, не так давно обнаруженных на дне залива Петра Великого под Владивостоком. Есть и другие находки – утварь и приспособления, связанные со славянской земледельческой культурой. Эти предметы были обнаружены во время раскопок древних городищ Приморья. Причем, что интересно, подобного рода устройства до сих пор встречаются в деревнях Псковской и Новгородской областей, то есть за несколько тысяч километров от Приморского края. В селе Сергеевка Партизанского района был обнаружен удивительный артефакт – камень с древними письменами. Чудо-камешек хранится в частном музее одного из жителей Сергеевки, собравшего у себя дома целую коллекцию древних диковин. Он также считает, что руны на камне выбили именно люди белой расы. Для меня это удивительная находка. Я не думаю, что есть еще в мире похожие. Это древнейшая славянская камнепись. Это славянская, безусловно, славянское письмо. Палеомагнитный анализ и рентгеноскопия находок показали ошеломляющий результат. Артефактам не менее трех тысяч лет. Но самым главным доказательством того, что цивилизация на Дальнем Востоке зародилась намного раньше, чем сюда пришли казаки, считаются знаменитые наскальные рисунки Сикачи-Алян под Хабаровскому, обнаруженные советским археологом, впоследствии академиком Алексеем Окладниковым. Те рисунки, которые мы сейчас увидели, несут в себе элементы культуры, солнечной культуры. А это очень характерно для европеоидов. Русские на Дальнем Востоке – это не пришвый народ, что это не колониальная территория. Наш народ имеет глубокие аналитические корни в этом регионе. Когда в далеком 1937 году археолог Алексей Окладников обнаружил Петроглифы на Амуре, ответы на свои вопросы он начал искать, пытая расспросами местных шаманов. Со свойственной всем языческим пастырям колдовской мудростью, шаманы поведали ему свою версию появления изображений на валунах у нанайского поселка Сикачи-Алян. По сути, они пересказали древнюю легенду. Но легенду довольно необычную. Это было давным-давно. В начале света жили три колдуна. И были у них три птицы-ныряльщика. Однажды послали колдуны этих птиц-ныряльщиков на дно реки достать для земли камни и песка. Птицы норнули. Семь дней находились они под водой. Вышли с мотра. Земля ковром цветет. В реке Амур рыба косяками ходит. Колдуны тем временем создали человека по имени Кадо и женщину Джулчу. Потом деву по имени Мамилджи. Народ размножался и населял всю землю по Амуру. Однажды Кадо сказал, «Есть три солнца на небе. Жить слишком горячо. Вода кипит, горой стала. Гора кипит, речкой стала. Леса горят. Камни, как воск, стали мягкими. Я хочу застрелить два солнца». И он пошел к восходу. Вырыл яму, спрятался в ней. Увидел, как взошло первое солнце и застрелил его. Выстрелил во второе солнце, но мимо. Но в третье не промахнулся. Одно среднее осталось. И на землю вернулась прохлада. А пока камни остывали, дева Мамилджи нарисовала на них птиц и зверей. То есть все, что видела вокруг себя. Потом камни стали твердыми. И рисунки на них остались. Нанайцы верят в легенды и считают, что эти наскальные рисунки созданы их предками. Представителями тунгуса-маньчжурских племен, населявших когда-то Дальний Восток. Здесь они задабривали духов, чтобы им дали побольше дичи. И также, я думаю, просили прощения у тех животных, которых они убьют на охоте. Некоторые рода, например, Актанак, Онинак, они себя отождествляли, например, с образом какого-то животного. И ему подносились, может быть, дары, кушания. Многие исследователи в попытке трактовать смысл, заложенный в наскальных рисунках Дальнего Востока, считают, что древние охотники и рыболовы изображали то, что видели и о чем думали. Животных, птиц, змей, шаманские маски, маски охотников за головами, лодки, переполненные душами умерших людей, мифических драконов, отрезанные головы. И эта трактовка вполне укладывается в принятую академической наукой модель, где рисунки рассматриваются как произведения искусства древних тунгусо-маньчжурских племен, предков современных нанайцев. Однако в Петроглифах не обнаружено ни одного рисунка рыбы, что до сих пор озадачивает исследователей, ведь она была, образно говоря, хлебом оседлых племен Амура. Промыслового зверя лося они изображали часто, а вот рыбу почему-то игнорировали. Понятно, что если бы создателями Петроглифов были северные монголоиды, то красная рыба была бы главным персонажем рисунка. А в высокой религии европеоидов ей просто не было места. Значит, не предки современных дальневосточных нанайцев создавали эти Петроглифы. Но тогда кто? Вполне логично предположить, что в рисунках зашифрованы символы неязыческой религии. Их создателями являлись люди другой расы, которые поклонялись не духам, а богам. Однако в далеком 1937 году молодому археологу Алексею Окладникову выдвинуть такую гипотезу было чрезвычайно опасно. Поэтому до сих пор официальная наука считает, что амурские Петроглифы – это изобразительное искусство древних тунгуса-манчжурских племен. Но то, что об этих древних артефактах вообще заговорили в научных кругах в сложное для страны довоенное время, можно считать подвигом советского археолога. Собственно, Окладников и заложил такие основы петроглифоведения в России. Он привлек внимание к этому кругу памятников и сделал их не только научным достоянием, но и общекультурным достоянием, потому что его книги пользуются успехом до сих пор. Интересно, что почти никто из последователей академика Окладникова долгое время не желал видеть в Петроглифах высокую религию. Которая была распространена в неолите на Европейском континенте. Однако, если попытаться посмотреть на изображение под другим углом, может открыться совершенно иная картина. Это главный рисунок Сикачаляна. Он является как бы визитной карточкой Сикачалянского комплекса петроглифов. Уникальность этого рисунка в том, что внутреннее поле лося заполнена различными орнаментами. Такого лося больше нет нигде в мире. Лось – одно из главных животных в культуре древних людей, населявших когда-то территорию России. Его изображения встречаются на многих памятниках наскального искусства. В том числе на Русском Севере, на берегах Онежского озера, на Урале и практически на всей территории Сибири и Приморья. Алексей Окладников, когда описывал петроглиф с изображением лося, интерпретировал содержание как видение древним художником зверя изнутри или насквозь, как рентгеновский снимок. Круги и спирали внутри лося – это его внутренние органы – сердце, почки, ребра. По существу, вот в такой интерпретации лось представляет из себя тушу, разделанную тушу. Сейчас исследователи пытаются пересмотреть эту трактовку. Слишком она буквальная. По одной из версий, изображение лося в рентгеновском стиле, так, будто его тело просвечено специальным аппаратом, связано с шаманскими обрядами. Люди в древности наделяли кости и скелет особенной силой, как наиболее долговечную часть смертного тела. Поэтому подобные изображения символизировали идею вечного возвращения к жизни. Кстати, так же считают и шаманы, когда их удается разговорить на тему амурских наскальных изображений. Что такое шаман? Этот человек был и целителем, знахарем. Этот человек, который определял погоду, предсказывал. Этот человек, который, в общем-то, очевидно, был первым, кто породил танцы, песни. Новое поколение исследователей знаменитые наскальные рисунки трактует по-своему. Согласно их предположениям, в глубокой древности на берегах Амура существовала высоко развитая цивилизация. Еще задолго до того, как сюда пришли дикие племена тунгусов. И у представителей этой цивилизации была та же религия, что и у народов других частей света. Люди тогда повсеместно поклонялись двум главным божествам – великому богу Земли и великой богине неба. И загадочные круги внутри лося – это не его внутренности, а символические изображения – глаз богини. Существует классический рисунок глаз богини неба, который в мировой символике называется как рога барана. Таким образом мы видим, что эти завитки, эти валюты являются глазами богини. Кроме рисунков зверей и птиц, всекачи олян, археологами было обнаружено много личин. Личинами в древности называли маски. Они могут быть антропоморфными, то есть очень похожими на человеческие лица. А могут быть зооморфными. Это маски животных, в том числе и мифологических. Трактовок что они означают – множество. По мнению некоторых исследователей, на части личин изображено главное мифическое существо в культуре народов Азии – сказочная змея-дракон. Здесь, на этом изображении, вы видите центральную фигуру дракон, видите его нос, усы появляются, глаза, то есть, в общем-то, соблюдаются правила изображения дракона. В центре дракон. Его можно представлять как столб, как ось мира. И этот столб, то есть центральная фигура в мифологии, порождает небо и землю. Представления о змее-драконе как о создателе всего сущего, особенно развиты в Китае. Такое мировоззрение было близко и нанайцам. Изображениями дракона они украшали праздничную одежду, посуду и предметы быта многих племен, живших на берегах Амура. Поэтому, если нанайцы боготворили дракона, то вполне могли посвящать ему и изображения на камнях. Сами они считают, что личины – это символические изображения душ их предков. Но вот удивительный факт. Среди личин встречаются маски, на которых явно прослеживается европейский тип лица. А это дает возможность предположить, что древние обитатели сибирской земли принадлежали отнюдь не к монголоидной расе. Другие личины маски также намекают на это. Двойная обводка силуэта и глаз, общая сердцевидная форма черепа, лучи из головы, которые могут трактоваться как сияние. Похожих на скальных изображений немало на европейском континенте. Это сияние обозначает божественность этого лика, этой личины. Видимо, это сияние трансформировалось в дальнейшем христианской религии, в ним. Кроме каменных ликов великой богини, которая была общим для древних народов божеством, в Зикачи-Аляне следователи обнаружили рисунок, который, как они считают, вполне может быть изображением древнеславянского бога Перона. Скульптура с идентичным ликом находится в краеведческом музее Николаевска-на-Амуре. На скульптуре есть знак, который рунологи читают как руну Пе. А ей, древние славяне, обозначали Перона. Если сделать со скульптуры рисунок и сопоставить с этой личиной, то они будут похожи друг на друга, как родные братья. Поэтому, соответственно, что данная личина является изображением бога Перуна. Если сопоставить все вышеперечисленные версии и факты, то вполне можно допустить, что Сикачи-Алян – это святилище, где в символическом виде изображены не предки нанайцев и шамана, а высшие боги другой, возможно, индоевропейской культуры. И именно те, кто поклонялся этим богам, ей создали наскальные рисунки и зашифровали в них тайные знания о себе. Например, кто они были на самом деле, как и когда пришли на Дальний Восток. Некоторые исследователи считают, что комплекс петроглифов Сикачи-Алян – это своеобразная обсерватория под открытым небом, где в виде рисунков зашифрованы данные о перемещениях небесного светила. А вести такие наблюдения могли только представители очень высоко развитой цивилизации. Вот те рисунки, которые только что мы увидели, они все связаны с солнечным культом. А это означает, что какие-то племена европеоидов проникли на Амур. Если согласиться с тем, что белолицые люди появились на Дальнем Востоке еще до казаков-первопроходцев в 17-м и 18-м веках, то возникает и еще один вопрос. Откуда они пришли? Несколько лет назад дайверы из Владивостока нашли на дне залива Петра Великого «Древний якорь». Находка произвела фурор. По оценке специалистов, якорь был сделан в 9-м веке до нашей эры. Но самое удивительное заключается в другом. Пересмотрев множество справочников, исследователи установили, такие якоря использовались на так называемых кочах, древнеславянских кораблях, бороздивших когда-то берега Белого моря. И это, безусловно, якорь именно коча. Такие якоря, конечно, кошки применялись и другими судами, но характер изготовления якоря это только славянский. Кочь – чисто славянское судно, чисто славянское. Его другого никто делать не умеет. У него – это ледовый корпус. Корма выше, но снизу, чтобы можно было очень близко под корпусом увидеть ледовый спай. Если верить ученым, которые провели исследование остатков судна, его возраст более десяти веков. А теперь главный вопрос. Откуда взяться столь древним поморским судам на дне Тихого океана? Сейчас перед нами обломки шпанговутов, обшивки, келя. Вот это как раз разрованное на две части кель судно, центральная часть. Она потому сохранилась, что здесь много ила. А вот наборы поперечных шпанговутов. Вот они. Досток обшивки почти не сохранился. Они в виде тонких фрагментов видимо полностью разрушились. Искатели объясняют это только одним. Видимо, поморы еще в древности освоили северный морской путь и добирались по нему на Дальний Восток и раньше. А когда же белые люди впервые попали на Дальний Восток? Материальных доказательств у исследователей нет. Но они считают, это могло произойти во время последнего глобального похолодания, когда на Европу надвинулись ледники. А точка исхода вполне могла быть Гиперборея, которая, согласно мифам и легендам, являлась прародиной всех индоевропейских народов и располагалась где-то на русском севере. Часть гиперборейцев, согласно этой версии, двинулась после похолодания на юг, в Индию. А другая часть, возможно, пришла на Дальний Восток и в Сибирь. А добравшись до берегов Амура, они остались там надолго. И жили в дружбе с местными племенами, постепенно перемешиваясь с представителями других народов. А молчаливыми свидетелями этой древней истории являются уникальные наскальные рисунки Сикачи-Аляна и других заповедных мест Дальнего Востока. Не все петроглифы еще найдены. Многие исчезли по причине воздействия природных явлений. Но то, что современные люди могут в 21 веке увидеть эти послания наших предков, несомненно, является настоящим чудом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова